Добрый вечер. Начну с того, что договориться с вашим предыдущим преподавателем серийного у нас не получилось, к сожалению. Поэтому, что вам рассказывали, что она хотела рассказать, я не имею большего понятия. Поэтому, опять же, начну рассказывать сам таких, опять же, с базовых вещей. Возможно, они будут пересекаться с теми, о которых вам уже говорили. Поэтому, если увидите что-то знакомое, просто говорите что давайте быстрее пропустим и продолжим разговаривать дальше. Плюс еще, чтобы понять, чего вам вообще рассказали, вам давали заниматься на JavaRush. И были вопросы, какие-то затруднения, что хотелось бы узнать. И вообще три года вы зашли. Лично у меня не было затруднений. Просто я мало сделал. В принципе, до куда я дошел, все понятно. До куда я дошел? До 2-2. Ну, это, то есть, группа говорят, вывод, 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 вывод. Ну, да. Ну, как бы, там рассказывают про новые движения, и уже можно получать, присваивать объекты. Вот. И делать цикл для них. Ну, на практических знаний по этому пока еще не мог. В общем, тогда у меня был вопрос, там тема с выводом была. И когда мы пишем одну строчку, и она выводится несколько раз. Вот. И когда задаются перемены типа e равно нулю, и там еще что-то равно, и и плюс-плюс, мы это понимаем исключение всего. Ну, он стоит не в цикле, он в начале стоит. Ну, зачем поподробнее разобрать этот момент? Как вы эти срочки много разобрали? А, я понял, кстати, понял тебя. Там был какой-то момент, там. Я бы сейчас все равно хотел поставить. Не видно, как строчку выводить много раз, а вот саму суть вот цикла вообще. Как это выглядит? Ну. Это будет, блин, то есть, я нас тут не понял, лучше бы увидеть цикла. Это цикла, цикла. Так, господа, одну секундочку. Это раз мы вручу единый считательский билет вашему компьютерному гению, Александру Сергеевичу. Держите. Все хорошо. Спасибо вам. Можно ли вы тоже спросить? Да. Просто, что вы первый раз, и в пользу есть случай, я сразу спрошу, а откуда вообще надо? Да, вообще никак. Грубо говоря, не сегодня. Про что я планировал рассказать? Я планировал рассказать пока, грубо говоря, просто про типы. То, что у нас там вообще, чем можно перевернуть. У нас уже и про операции, то, что можно с ними делать. Все. То есть, не до куда идти? Вообще не надо. Хорошо. А мне больше нет вопросов. Так. Вывод. У меня был вопрос. Давай. Ну вот в цикле, допустим, я хочу, у меня есть надпись. Я хочу ее вывести в строку, несколько повторок в одну строчку и добавить пробел. Соответственно, что я делал? Я пытался, у меня не получилось. Цикл, ну там несколько раз, допустим. И, естественно, переменная, допустим, S равняется S плюс пробел. И он мне выводил строку один раз и несколько пробелчиков в конце. У тебя с каждой операцией цикла получается этот пробел. ты как делаешь? Я же пытаюсь как бы вот с этой переменной присвоить свою саму переменную плюс пробел. Смотри. Типа, грубо говоря, ты пишешь ST, типа, плюс равно пробел и вывести это же? Ну, например, да. Вот так? Не, вывести потом, за цикл. Ну, у тебя каждый раз в цикле лепится пробел в конце строки. То есть, у тебя была у тебя до этого строка? Я не очень осознаю. Я же складываю строку со строкой, да? Со строкой. То есть, у меня получается строка плюс пробел, потом заново должна в конце быть строка плюс пробел и так несколько раз. Ну, что ты такое делаешь? Ну да, да. И в чем проблема? Ну, вот. Попробую. Ну, вот. Попробую. Ну, вот на самом деле. Здесь вывел? Да, несколько пробел. Да. Почему так? А как это должно быть? Строка. У нас есть строка. Вот у нас была строка ААА. У нас вот она вывелась, это строка ААА. Потом мы в цикле 10 раз не в конце лепим пробел. То есть, у нас была строка. Потом мы к строке прибавили пробел. Что такое операция плюс? Для строк. Это их конкатенация. У нас здесь строка А, есть вторая строка ААА. А плюс А равно ААА. Теперь представим, что у нас здесь строка А и пробел. Строка А плюс строка пробел равно строка А пробел. Здесь у тебя получается. У тебя была строка ААААА, и ты к ней 10 раз прибавил пробел. То есть, у тебя... А если я хочу вывести... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот у тебя и другая строка. А если я хочу вывести ПАА пробел, ПАА пробел и так далее, так 10 раз. ААА пробел, ПАА пробел и так 10 раз. Да. Тогда ты... Я думаю, что он теперь все укладывает в интернете, или они решены не дорого с вами принять? Да, 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 да. Существление здесь. В конце тоже будет пробел, правильно? Да. После 10 раз. Да. Так сделать, например, так что можно... Вывести цикл до 9 и вывести последний раз руками. Либо же вне цикла. Либо вне цикла, либо цикл повторить 9 раз, либо вне цикла повторить 9 раз. Слушай, за ним меня тут отвлекли. А как вот создать строку, а потом вывести ее целиком? Вот ты сейчас как бы сразу выводишь, да, кусочками. А так, чтобы в цикле ее сгенерировать, потом в конце за один раз вывести. А если запустить? Только она сейчас вывести довольно много раз. Ну, 10. Нет. Сделать поменьше, там 3 раза. А она сейчас не 10 раз. Типа даже если написать 2, она сейчас вывести 4 раза. Ну да. А мы хотим 2 раза. Хорошо. Тогда нужно, типа, создать другую переменную. То есть, t1. Которая, типа, у нас сначала будет ничему не равна. И потом мы к ней, к вот этой вот уже новой строке, лепим старую строку плюс пробел. А, что-то вот. Я не подскажу, что вообще, значит, ропяток плюс само, что-то и вниз. Сейчас расскажу. Это, наверное, самая тема, типа, урок сегодняшний. Так. Спасибо. Ага. Если мы будем пытаться в старой переменной делать то же самое, то есть, грубо говоря, писать st плюс равно st, у нас выполнилась одна итерация. У нас чему стала равна st? st стала равна, после этого она была у нас aa, мы к ней приплюсовали aa плюс пробел. У нас получилась строка aa, 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 пробел в конце. И теперь мы уже к вот этому новому результату, который у нас получился, мы прибавили еще раз aa, поэтому если мы выполнили два раза, то у нас получилось то, что мы имели строчку четырежды. Если мы напишем, допустим, цикл на трех, то это у нас будет восемь. Ну, соответственно, оно вот так вот возрастается. Поэтому нужна новая переменная, в которую мы будем складывать уже полученный результат, и старая переменная то, что мы пытаемся, собственно, слепить. Почему он так создан тем? Все, Кэрид? Еще чего-то есть, что я не ответил? Круто. Все. А плюс в плюс и, это что значит? И вообще есть разница? И и равно и плюс один. Синтаксически сам. Ну, и и равно, ну, у тебя. Сейчас. И плюс в плюс. Это, грубо говоря, у нас было значение ноль. После того, как мы написали и плюс плюс, оно стало равно единице. То есть это, по сути, это все равно, что написать и равно и плюс один. Единственная суть этого оператора в том, что если он записан внутри выражение, то инкремент произойдет после вычисления значения выражения. То есть если мы напишем int, после этого int a равное i плюс минус, сейчас у нас i в a будет отлежать ноль. А после того, как у нас выполнено соприсваивание, в a будет отлежать ноль, i у нас будет отлежать единица. То есть это просто такой оператор, который вот может прийти от ноль и получать цикл. Да, и просто после этого. Соответственно, минус минус, это минус один. Ну, опять же, ситуация. Минус, знаете, можно делать? Можно. Я просто пока еще не встречал. Минус тоже можно, минус, минус тоже можно делать. В общем, от положения плюсов спереди-сзади меняется? А зачем мне так можно можно делать? Еще раз. От положения плюсов спереди-сзади? Это влияет на более литерации, если написать int и равное нулю и int a равное плюс-плюс, и в этом случае a уже будет равно единице. То есть сначала выполняется плюс-плюс, потом записывается значение 0. Вот. Что у нас вообще в Java, чем у нас можно оперировать? У нас есть 8 примитивных типов, которые мы можем писать. Java — это строго идентифицированный язык, поэтому мы каждые перемены должны представить свой собственный тип. Значит, у нас есть 8 примитивных типов. Типы есть целочисленные. Это типы byte, short, int и long. У каждого из этих типов свой размер. Соответственно, по названию и понятно, что byte — его размер 1 byte или 8 бит. Типы, которые нужны для хранения чисел цифр бит. Байт у нас занимает 8 бит, short — 16, int 32 бита и long — 64 битный. Соответственно, исходя из их размеров, более-менее понятно, какой диапазон значений можно задавать этими типами. То есть, ну, byte у нас задает диапазон от минус 128 до 127. Это связано с большим представлением числа в компьютере. Надо рассказывать тебе, типа отпустим, просто поверить на слов, что это так. Ну, это для минусов. Для битов, которые за минус отвечают, я помню. А, за 0. Ну, 2 в 8 степени, в общем. Да, да, да. Ну, просто из-за отрицательного диапазона получается у нас 8 бит. Это, грубо говоря, от минус 2 в 7 до 2 в 7. При этом, соответственно, здесь меньше на единицу, потому что 0 с этой стороны. Соответственно, 16 битный он там получается 32 565, по-моему. Ну, короче говоря, от минус 2 в 15 до 2 в 15. 32 битные, это примерно 2 миллиарда с лишним. То есть, минус 2 в 31 до 2 в 31. И 64 битные, это очень много. Такие числа, ну, они больше, ну, редко уже, короче говоря, встречаются. Но, в общем, если вам кому-то нужны точные диапазоны, которые не задаются, это, ну, легко гуглиться и запоминать нет особо смысла. Можно просто запомнить по их использованию. Byteam используется не так часто. Используется, в основном, там, при передаче, не знаю, какие-нибудь там, посетина какие-нибудь, кинуть какие-нибудь данные небольшого размера. Она может напользоваться байками, когда вот прям важно, потому что мы эти по 8 бит передаем. Шорт вообще практически никогда не используется, я не встречал. Ин самый частый, и типа интом пользуются почти постоянно, и лонг, это у нас большие числа. Типа больше запоминать, ну, не надо ничего про эти тигмы. Вот. А в 64-мбитных процессорах нам примут, что там лонги быстрее обработаются? Нет. Нет? Не в том дело. Это уже к вопросу про доступное операционной системе адресное пространство в один момент времени. Ну, то есть, это уже, это никак не связанные вещи абсолютно. То есть, это там, можно отдельные лекции на многое подобное пространство. Осталось как работаем? Плевать, в смысле, но они одинаковые внутри. Хочешь сказать, от 30-мбитного процессора от кайлиста обработки в 64-мбитных данных? Да. 30-мбитный процессор? Да, конечно. Почему нет? Ну, да. Длина этих феминистов и прочих феминистов. Да. Ну, ладно, допустим. Короче, я не в каплю сегодня, я не знаю, что тебе ответить. Я лучше не буду говорить, потому что я могу феминировать по этому поводу и ответить неправильно. После этого в голове заляжет ложное утверждение, и лучше не надо их делать. Вот. В общем, дальше. У нас есть логический тип boolean. Он у нас принимает назначение true и false. Больше он вообще ничего не может, абсолютно. Он с другими типами, грубо говоря, не совместим вообще никаким образом. То есть я потом буду говорить про преобразование типов. И вот boolean в преобразованиях не участвует вообще никак. То есть его скрасить нельзя вообще никакому другому типу. Потом у нас есть тип символьный чар. Он у нас 16-битный тоже. Он нужен для записи символов. То есть один символ A, один символ B. Все символы в чаре хранятся в мини-коде. Именно поэтому типов 16-битный. То есть в других языках программирования чар обычно 8-битный. То есть один байт на символ достаточно. Ну, чтобы там литзуаски, грубо говоря, скодировать все. В джарве скодируем мини-кода, поэтому два байки требуется. И для вещественных чисел у нас есть float и double. Соответственно float это числа одинарные точности. Не знаю, по-русски правильно сказать. В общем, это simple precision, а это, соответственно, double precision. Ну, типа удвоенная точность, можно сказать. Float 32-битный, double 64-битный. Соответственно, ну, опять же, из этого можно там рассчитать какие значения они хранят. Учитывая то, что... Ну, вещественное число хранится в памяти в виде... У нас старший бит отвечает за знак числа. Ну, во флоте, допустим, 32-бит. По-моему, 13-бит на... Ну, число хранится в экспоненциальной форме. И там 13-бит, по-моему, идет на экспонент, и 18-бит идет на матису. Соответственно, там как из этого считывается диапазон. Но, опять же, я этим не занимался. Если кому-то интересен диапазон, то можно это рассчитать. Или просто на гугле там будет написано, зачем они используются. Вот. Ну, опять же, разница между ними... Ну, чаще просто, наверное, юзается так. Хотя может быть в форму. Ну, не особо важно. Вот. Соответственно, это вот то, чем мы можем оперировать. Соответственно, можно создавать переменные. Создать переменную — это значит написать ее тип, потом придумать ей какое-нибудь имя, написать равно и задать ей какую-нибудь значение. Значение можно создавать из-за допустимого диапазона, чтобы сюда можно было впихнуть число. То есть, допустим, в байт можно впихнуть какой-нибудь пять. В шот можно впихнуть какую-нибудь тысячу, которая уже не влезет в байт. В int там можно что-нибудь пихать. В long можно пихать, опять же, там еще больше чего-нибудь. Только, соответственно, ну, вот здесь... Я забываю еще имя пример написать. Когда мы написали вот здесь, грубо говоря, просто в коде константу, допустим, пять тысяч вот это вот число и вот это вот число, эти числа являются, грубо говоря, просто лицералами для программы, и они распознаются как int. Поэтому для того, чтобы... Ну, а вот это число у нас явно в int не влазит. Поэтому, чтобы нам показать, что это число является не int, а числом типа long, к нему в конце приписывают бутылку L. И бутылка L показывается, что это число типа long. То есть, когда длинный числ пишется вот так вот именно руками, то вот нужно писать L в конце. Это относится только к... Потом чар... Как-нибудь пишется вот так. Опять же, обратите внимание, что типа чары, они пишутся в одиночных кавычках. Если написать не кавычки, это будет считаться стрелкой. Так. Что еще? Гулен. Это там true или false. Давайте false какой-нибудь напишем. Чар я написал. Float. Говорится довольно еще. Double. До. Нет. До служебного слова. Равно. Какое-нибудь число с по помощи точкой. И float равно... Еще. Соответственно, чтобы различать double и float, в флоте в конце эк пишется. То есть, опять же, если мы пишем число с по помощи точкой и больше ничего не указываем, то оно по умолчанию интерпретируется как double. То есть, как для флот численных объектов, а у сплощей точкой чисел это double. Соответственно, чтобы сказать, что мы хотим именно флотом пользоваться, то напишем рывку в конце. Регистрирует значение того или если это такая большая резина? Извините, я не понял. Регистрирует большие и маленькие. Как слух? Не имеет значения, но просто если мы напишем здесь эту маленькую, то она будет на единицу похожей. Для человека, который будет читать бот, он может подумать, что это число с единицей на конце. Поэтому просто принято писать рвку за главную из-за того, чтобы читать не сходу лучше. На самом деле, не имеет значения. Да. Как эксперименциальные формы записать? То есть действие в какой-то степени? Через е? Е. Е большой и... Какова степень? Как-то так. 6. А, 1, 6, е, 5, е. Да. То есть пишем сейчас основание, потом экспоненты, потом... Ну, то есть это, грубо говоря, 1, 6 на 10, 5. 1, 6, экспоненты, степень десятки, EF, ну, потому что фронт. Соответственно, я сам просто писали этого данного просто буду и все. Так. Наверное, про типы с вами все. Теперь давайте что-нибудь про операции. Значит, операции у нас есть унарные. Это плюс и минус. Но это можно просто перед числом, грубо говоря, минус написать, чтобы число отрицательно сделало. То есть оно рассчитывается как операция, но просто для задания описательных числа можно писать, там, минус A равно минус 6. На самом деле это минус единица, умноженная на 6. Но, вот, есть унарный минус. Есть еще унарный плюс. Потом бинарные операции, понятно, плюс, понятно, минус, понятно, делить, понятно, умножить. Ну, мне кажется, не надо особо писать какие-то примеры, типоринт R равно 6 плюс 7. Ну, плюс, минус, умножить, понятно, как они, наверное, используются, не надо про это говорить. Про деление надо сказать отдельно. Если мы пишем вот так, то это у нас вполне себе эвалидная операция, несмотря на то, что 6 разделить на 7 равно не целое число. При использовании деления с целыми числами, ну, когда у нас здесь написано N, то деление рассматривается как целочисленное деление, и здесь у нас выведется целая часть отделения. То есть здесь, по идее, это 0. Давайте проверим, что это 0. То есть это 1, 1, по идее. Нет, это, по-моему, 0. Да, это 0. То есть, типа, 6 разделить на 7 делим в столбик. 6 вы делили на 7. Целую часть мы взять не можем, поэтому мы получили 0 с остатком 6. Соответственно, если там написать 7, ну, если 7 на 6 написать, то там будет 1. Вот. Соответственно, если мы хотим получить обыкновенное деление, то есть, да, ну, чтобы делить именно так, как мы подозреваем, то есть, допустим, 5 разделить на 2, получится 2,5. Для этого надо писать, что, ну, тип результата должен быть типом с задающим учительное число. То есть, double что-нибудь равно 5 поделить на 2. Вот. Теперь ваше предположение, что у нас сейчас выведется, если я так нажму? 2,5. Ваше предположение. Выведется у нас 2. А, ну. Почему? Идей? Потому что это тоже целые числа, да, в общем, у нас. Да. Потому что мы... Нет, в смысле, там будет честные числа. Но так как у нас... Вот здесь у нас записаны два целых числа, они оба распознаются как целые. И деление, оно смотрит на то, что это число целое, это число целое. Значит, нам нужно их распознавать как целые числа и делить то, что число числили. Если мы делим 5 на 2, у нас получилось 2 со ставком 1. И поэтому у нас результат уходит единица. Для того, чтобы получить нам число данного, нам нужно, я бы, указали, что одно из этих чисел, хотя бы одно из этих чисел веществ, напишем здесь точку, получим 2,5. Вот. Вот. Соответственно, если... Ну, вот на такие комплексы стоит обращать внимание, потому что можно набороться на какие-нибудь грады, связанные с этим делом. Вот. Александр. Ну, я... Извините. 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 Все. Сейчас я подумаю, еще есть ли какие-то причуды у этих типов. Вот. Ну, можно сказать про причуды, например, про то, что Double умеет делать вот так, как ни странно. Мы получим неопределенность. Бесконечность. И, соответственно, Double умеет делать даже вот так. Мы получим неопределенность вот и наоборот. Ну, это уже такие хронические случаи совсем. Такого не надо программировать. Хотя может быть... Вобхлоу тоже надо указывать, да? Вобхлоу тоже надо указывать, что не целое число. Да. Вобхлоу F в конце пишется. Не, я имею в виду про тотику. Да. Вот. Значит, поехали дальше с операциями. Теперь для всех типов, кроме... Ну, соответственно, вот эти все операции, которые я написал, по сложению, движению, делению данной штуки, они применимы для всего... Ну, для всего, кроме була. То есть для True и False мы это все применять не можем. Теперь еще, кроме вещественного, то есть для байда, шорта, инта, лонга и чара, можно использовать операции инкремента, о которой я уже говорил. То есть писать, грубо говоря, B++, например. Это означает, грубо говоря, просто впустить внизу. Вобхлоу. Соответственно, вот можно использовать постриптную вариант записи, можно использовать приоритетный вариант записи. Разница в том, что в приоритете исполнения этих операций, если у нас будет написано какое-нибудь выражение, например, int, arres, какой-нибудь, давайте чуть-чуть посчитаем. c, c минус... Сколько у нас c? Очень много, да? c минус 1000. Сейчас давайте c нормально сделаем, чтобы наглядный результат не увидел. Давайте 2000 напишем. И сделаем c плюс плюс минус 1000. Ну вот, соответственно, получим 1000. При этом, на самом деле, после выполнения этих операций, у нас 10000. Сама c у нас 10000. Это 2000, да? Соответственно, если мы изменим вариант записи на префиксный, то тогда мы уже получим 10000 и 2001. То есть, вот, в данном выражении, если у нас использована префиксная запись, то плюс плюс имеет больший корректет, чем обычный пидарный минус. И считается сначала значение c плюс единицы, грубо говоря, у нас получается c 2001, а потом мы ее посчитаем отсюда 1000. Если же сделать... Сейчас, не здесь... Ну, если здесь постфиксная запись, то тогда считается сначала 2000 минус 1000, пишется результат 1000, и после этого только делается, ну, плюс плюс. То есть, в c же присваивается значение больше на единицу. Другой вариант этого оператора, это, соответственно, декремент. То есть, можно писать минус-минус или минус-минус такое, и, соответственно, минус... Ну, типа, то же самое число, минус единицы. Теперь, можно использовать операции сдвига. Это сейчас будет, наверное, страшно. int сдвиг равно 8. Пусть будет. Можно писать... Давайте напишем сначала, чтобы было не так страшно. Вот так. Что делает эта штука? Она берет генарное представление числа, то есть, в виде двоичную запись числа, и двигает эту запись числа на указанное количество разрядов влево. То есть, вот, двойку, грубо говоря. То есть, мы взяли двоичное представление восьмерки. Она у нас... Это тысяча, грубо говоря, 8 двоичная. Сдвинули мы два разряда влево, и получили... Сколько мы получили? 100 тысяч мы получили, да? Да, грубо говоря, мы получили 100 тысяч, а это в двоичной системе, это у нас 32. Вот, соответственно, грубо говоря, сдвиг влево, это... сдвиг влево на единицу, эквивалентность умножению на два просто выполняется более быстро. Вот. Есть такой же сдвиг вправо. Сдвиг вправо, грубо говоря, эквивалентность деления на два. Соответственно, если мы сделаем вот так, то здесь мы получим 4. Вот. Ну, это такая операция, что из разряда, наверное, реже используют. Хотя, я не знаю. Есть более расширенная разновидность этого сдвига, это арифметический сдвиг. Он характерен тем, что он сохраняет знак нашего числа. То есть, когда мы двигаем влево число, у нас вот образуется, грубо говоря, мы сдвинули наше число влево на один разряд, и у нас получился... Ну, образовался еще один ноль в самом наименьшем разряде. Этот ноль можно, грубо говоря, заполнить только нулем, потому что, ну, типа, единицу. Туда нет смысла писать. А если мы двигаем вправо, и у нас было знаковое число, и в самом старшем разряде у нас была единица, то непонятно, чем заполнять. Заполнять нулем или заполнять единицей. Соответственно, если у нас сдвиг не арифметический, тогда заполняется нулем, то есть знак теряется при этом числа. А если заполнять арифметическим сдвигом, то в этом случае знак числа сохранится. То есть, ну, в двоичном и пообладительном коде, то есть, как чисел в компьютере хранятся, Там самый старший разряд числа отвечает за знак, соответственно, арифметический сдвиг позволяет его сохранить. То есть, если это была единица и мы заведемли арифметические, то у нас там осталась единица. Ну, не знаю, все поняли, что ли? На самом последнем я не очень понял. Стоит пытаться это разрисовывать? Я видео позапоставлю, я буду. Хорошо. Ну, просто пример, запускаете, рамки смотришь. Ну, сдвиг вправо, ну, делить на 2. То есть, здесь, сколько ничего не изменится. То есть, 8, сдвинули на единицу, получим 4, сдвинули на 2, получили двойку. Сдвинули на 3, получили единицу. Так. Есть... Я тоже не поняла. Если сдвигаем на 0, ну, было 1000, было 80, сдвигаем на 0, 0, 100 получилось. Разве это больше? Нет, если мы сдвинули... Была 1000, сдвинули направо, получили 100. Это стало 4. То есть, сдвиг вправо, это делить на 2. А сдвиг влево, это умножить на 2. Есть, соответственно, побитые операции. Но, то есть, опять же, чтобы это нормально понимать, нужно просто вдуматься в том, как число в компьютере охраняться. То есть, вы понимаете, это двоичный дополнительный ход. Да. И так делали. Да. Ну, соответственно, вот для того, чтобы побитые что-нибудь использовать, у нас есть операции конфетинации, конъюнкции, дизъюнкции, логического и инверсия. То есть, мы берем двоичное представление числа и делаем с ним, допустим, логическое умножение. Вот. Про это есть мы с вами рассказываем. Все понимают, что за логическое. Да. У нас наш оператор кричит, что не надо. Не бойтесь. Что, надо сказать? Слишком сложно. Ну, на сколько она будет? Скажи, пожалуйста. Еще 2 недели. Еще 2 недели. Короче, если что, я вам факультатив потом проведу. У меня, видимо, еще будут здесь, понимаете? Разбираемся с этим. Так. В общем, есть у нас логические операции. Это все было актуально для всего, кроме типа буллин, для нашего логического типа. Соответственно, что можно сделать с буллином? Буллин можно также либо считать, что, короче, делать и, делать и, делать XOR и делать не. То есть, что, грубо говоря, получается? Буллин. Бу-1 равно первое бул и true. Что это будет значить? Это будет значить, ну, грубо говоря, вот это выражение будет правдой тогда и только тогда, когда оба стоящие здесь правды. Соответственно, здесь у нас получится ложь, потому что у нас здесь ложь. Соответственно, вот у нас есть конъюнкция. Она воспринимается как слово И. То есть, и то, что стоит слева, правда, и то, что стоит справа, тоже правда. Соответственно, есть у нас оператор дизъюнкции. Оно соответствует слову или. То есть, или это правда, или это правда. Потом у нас есть оператор XOR. Он правда, когда левые и правые части различны. То есть, false XOR true и true XOR false дают true. А false XOR false дает false и true XOR true дает true. И не, оно требует только один аргумент. Оно просто инвертирует значение. То есть, если у нас было... Ну, соответственно, не true, короче говоря, дает false и не false дает true. Все. Вот эти вещи нужно запоминать для того, чтобы строить потом условия. Ну, просто писать условный итератор if. Или писать условия выхода в каком-то цикле. Там в for, в while. Это потом разберемся. Вот. Пока просто перечислю эти штуки и больше ничего про это говорить не буду. Вот. С операциями мы, наверное, здесь закончили. Поехали дальше. Эти типы, они у нас назывались примитив. Ну, потому, что они хранили в себе только значение. которое у нас хранилось в этой перемене. При этом, Java у нас язык объектно-ориентированный. И часто нам бывает нужно работать с данными числами как с объектами. То есть, как с классами. Соответственно, для каждого из этих типов существует свой соответствующий ему тип обертка. Который представляет целый класс, который задает... Ну, который, короче говоря, соответствует своему примитивному типу. Классы обертки, они отличаются от примитивного тем, что они пишут за главные буквы. То есть, это byte, это short, это integer, это long, это character, это boolean, это double, это float. Вот. Зачем это надо? Это надо за тем, чтобы использовать наши числа в качестве классов. То есть, это будет... Ну, так на словах без примеров трудно объяснить. Чтобы показать на примерах, нужно, короче, посильнее углубиться. Поэтому мы пока, я думаю, это... Не, ладно, давайте сейчас еще один хороший пример. В общем, как мы пишем... Вот мы написали про обычное целое число. И c равно 2 тысячи. Теперь мы напишем тип обертку. Integer c равно 2 тысячи. По сути, это... По сути, это то же самое, но на самом деле у нас создался класс Integer и его экземпляр cc, который содержит в себе значение 2000. Вот с этим c мы могли делать только простые операции и больше он ничего с собой делать не давал. У cc же есть у нас еще вот... Идея она умная. Она показывает, сколько всяких вещей можно сделать, которые написаны в james тогда, когда мы создали... Класс Integer. Его можно проверять на правильство с другими классами. Можно доставать из него значение, которое там лежит, при этом сразу уже приведенное к какому-то другому типу. Ну, соответственно, здесь написано... Data value, там оно означает Data, Flot value float, Int value in, ну и... Ну, и понятно, что здесь аналоги остальные типы расписаны. Также можно к строке привести данный тип к строке. То есть вернуть строковое представление этого числа. Соответственно, процесс... Но при этом в связи с тем, что вот эта вот штука, она умеет делать больше вещей, чем умеет делать обычные примитивные типы, она и занимает больше памяти. То есть, если у нас на обычный int уходило 4 байта памяти, то на int уже на фасадерку, на хранение одного изгдара, у нас уходит приблизительно 16 байт. И штука, байт, да, байт. Вот. То есть, грубо говоря, в 4 раза у нас размер увеличится от того, что мы написали просто заглавные буквы, то же самое число. Но при этом в дальнейшем использовании такое часто будет необходимо делать. Процесс. Ну, как по-хорошему это должно было бы выглядеть, если бы мы писали вот на чистом объектно-ориентированном уходе? Мы должны были писать в чистом объектно-ориентированном стиле. Он как-то так, в общем, сформулировать в основном эту проблему. Напишем viewInteger от единицы. Вот. Таким образом, мы создали объект класса CC, который хранит в себе значение на единицу. То есть, мы написали view, мы выделили новый кусочек памяти размером с размер Integer и в его значение записали единицу. То есть, мы конструктор передали числу 1. Вот. Здесь возникает куча каких-то подводных камней. Вот. В чем суть объектов? Объекты хранятся по ссылке на них. То есть, у нас вот сейчас в CC, ну, точнее, если бы точно не сейчас в CC, ну, например, сейчас в CC, у нас лежит ссылка на какой-то кусочек памяти, в котором лежит класс Integer, в котором записано число 1000. Соответственно, если бы мы написали просто Integer 2000, то у нас вот просто указатель указывал бы на кусок памяти, в котором лежат просто 2000. Не класс, а просто мгновенное число. Вот. В связи с этим возникают проблемы. Вот такие вот классы, которые напишут заглавные буквы, их нельзя сравнивать на равно-равно. Потому что равно-равно это у нас сравнение по как раз-таки ссылке. В связи с этим возникают такие прикольные вещи, как вот сейчас мы напишем Integer CC2 равно U Integer 1000. Вот. Что мы сделали? Ну, казалось бы, мы создали конституцию от числа, в каждом из которых лежит 1000. Давайте удостоверимся в том, что мы это сделали. Мы имели два числа. 1000 от 1000. Давайте теперь выведем что-нибудь, попытаемся сравнить эти числа. Правда ли, что типа C? Ну, правда, что 1000 меньше, чем вторая тысяча? Нет, неправда. Логично. Теперь давайте посмотрим. Может быть, первая тысяча больше, чем 2000? Нет, не больше. Ну, опять же, логично. Вроде как, получается у нас что? Получается, что у нас 1000, а она на самом деле равна 1000. Казалось бы, да? Ну, нет, на самом деле. Жало нам говорить, что это неправда. Почему? Потому что вот это вот равно-равно, оно сравнивает только ссылки на данные два класса. При этом эти два класса абсолютно различные, и то, что они хранят одно и то же число, ничего, короче, не значит. Поэтому для того, чтобы сравнивать вот такие вот именно объекты, у каждого объекта есть метод equals, благодаря которому и нужно проводить такие сравнения. И вот метод equals для чисел уже будет возвращать, ну, будет сравнивать эти вещи по значению. При этом, опять же, здесь возникают такие фишки с хранениями этих вещей. Сейчас. Сравним две единицы. Сейчас. Я пойму, что... Да, две единицы тоже ложь. Ну, в общем, получается у нас то, что на равно-равно сравнивать нельзя, и на... Надо сравнивать их мысли. Вот. Так. Это про типы обертки и про то, зачем нужна... Ну, не зачем нужна, а откуда берется за главную букву и в чем между ними разница. Морально по всей базе такова, что когда вы пытаетесь использовать... Ну, какие обертки минусы? Обертки минусы заключается в том, что она занимает больше памяти, и с ней труднее работать. Поэтому использовать обертки нужно тогда, когда нельзя обойтись без обычных примитивных типов. Например, когда мы, если мы захотим писать какой-нибудь контейнер, типа Ray List, грубо говоря, массив, то есть просто там лица числа. Вот здесь эта таблица, она не умеет принимать вот такие вот примитивные типы, поэтому здесь обязательно нужно писать типоверку. Ну, и вот в случае того, когда мы будем писать вот такие вот вещи, нужно просто вот учитывать то, что мы работаем именно с объектами, а не с примитивными. Ну, как-то более, что ли... Явая эта разница, она опять же будет позже. Пока это тоже какие-то общие слова про это дело. Вот. Так. Так. Так, так, так. Теперь про класс страйка. Есть у нас класс string, который может в себе хранить какие-то строчки. Пишется он в заглавную букву string. Строкой является любая последовательность, которая уже включена в двойные кавычки. То есть здесь что угодно можно писать, и это у нас будет строка. Строка, когда она пишется в заглавную букву, понятно, что это тоже объект. И строки являются примитивными типами. Соответственно, у него уже тоже есть куча методов, которые доступны только в строке. Соответственно, метод charret он у нас возвращает символ на входе позиции. То есть, например, если мы хотим... А! Позиции в строке наберутся с нуля. Соответственно, если мы хотим посмотреть, какой у нас символ находится на первом месте в нашей строчке, то мы должны написать вот что-то такое. То есть, мы выводим нулевой символ данной строки, это у нас . Это нужно, ну, если мы не хотим к нашей строчке обращаться по символам, то используется такой метод. EZMT он проверяет строчку на пустоту, понятное из названия. equals это то, как надо сравнивать сроки. Это опять же, к власти о том, что строка это объект, и поэтому их нужно сравнивать по значению, а не по ссылкам. CodePointAt, CodePointBefore, это методы, которые нам возвращают, ну, код, символы, которые находятся на позиции, которую мы передали ему в эту... В скоках. То значение, которое мы передали этому методу, оно вернет CodePoint в символ на данной позиции. Соответственно, это все про это. CompareTo, это сравнительные строки. CompareTo и NormCase, это сравнительные строки, не смотря на верхний и нижний регистр. ConCut, это склеить две строки. Contains, это найти в строке какую-либо подстроку. Сейчас, короче, я не буду, наверное, читать все. Я сейчас просто скажу, примерно нужный. IndexOf, это тоже к тому, как найти подстроку в строке. LastIndexOf, найти последнее вхождение подстроки в строку. Length, вернуть длину строки. Replace, заменить вхождение одной подстроки на другую подстроку. Первое вхождение. ReplaceOf, заменить все вхождения. Split, разделить строку по какому-нибудь принципу. То есть, например, когда у нас предложение, в нем слова разделены пробелами. То есть, мы можем написать строка Split и в слуху показать пробел, и нам этот метод вернем строку, разделенную на слова. Как это строку разумеется? А не массив? То есть, там не массив создалось? Ну, он говорил, массив строку. А массив? Ну, он товарищ оси. Мама. Мила. Ранит. Мила. Время. Мила. Рандит. Топ-адо. Проверил. Правило. Если по пусть строке разбит, то это does it, соответственно, ну… ну, типа, Stecher, ну-у, теперь под пробелом он разбит и То есть это метод, который возвращает массивный строк, разбитый по какому-то принципу. Но здесь, по сути, регулярное выражение. Почта, если написать пробел, он теперь развивает пробелы. Может написать регулярное выражение. Что у нас еще есть? То, что я сделал сначала, это сплит по пустой строке. То есть он типа разобьет строку на символы вернемся в чарах. lowercase это вернемся в нижний регистр, uppercase в верхний регистр, trim обрезать в начале или конечном. Пробелы сначала и в конце строки, если такие присутствуют. Это из методов того, что здесь можно делать со строками. В общем-то здесь названия методов вполне себе говорящие. И пытаться запоминать все, что здесь написано, бесполезно. Потому что, во-первых, если там писать что-то, нажав, типа писать скорее, ну, люди пишут более-менее уже умных IDE. И типа идея, она сама подскажет, что можно со строками делать. И уже из названия метода будет понятно, что хочется юзать. Разбить строку на другие или просто найти какое-нибудь вхождение по строке. Или просто посмотреть на то, что у вас находится на той или иной позиции в нашей строке. Вот, соответственно, ну, то есть запоминать нет смысла, а просто представлять, что ли, просто английский перевод, короче, слов, которые там написано. Это пара общих слов про строки. Теперь про приведение типов. Соответственно, вот у нас есть куча типов. Мы хотим по выражению использовать сразу несколько из них. Вот, значит, показываю уже пример. Вот про деление, где мы метались. double A равно 5,9 на 2. Блин, дефицит придумали название, например. 5,9 на 2. Вот здесь у нас написано просто два и двух литерала, и у нас это все распознается как целый чисел. Соответственно, для того, чтобы привести этот double, но достаточно тоже поставить, и он поймет, что это double. Вот. По какому принципу можно такими вещами пользоваться? Можно построить по размеру типов, вот, грубо говоря, такую вот последовательность. Byte, меньше short, меньше intime, меньше long, меньше хвата, меньше tabla. И, соответственно, если мы пытаемся привести какую-то вещь, которая больше... Нет, наоборот, короче, если мы приводим меньше, как вот в этой диаграмме, к большему, то тогда мы можем просто безопасно ничем не пользоваться, просто брать и писать лобкое то, что нам нужно сделать. Если мы хотим в обратную сторону приводить, то есть мы хотим, допустим, из tabla... Ну, ладно, из tabla флота, это не бред, типа, не знаю. Из inta делать short, например. Или там из inta делать какой-либо byte. Тогда нам нужно писать явное приведение типов. Явно тип приводится вот, например, так. Допустим, byte равно... Схоп пишем byte и делаем там какое-нибудь банальное какое-нибудь абсолютное выражение. Соответственно, вот таким образом мы покажем то, что мы хотим видеть именно byte. Это нужно, ну, там, грубо говоря, для экономии памяти. То есть если мы хотим... Если у нас есть какие-то... До этого используются какие-то целочисленные переменные, мы знаем то, что... Ну, то, что хранилось в этих целочисленных переменных, не залезет у нас, грубо говоря, в байт, но залазит в байт. При этом мы знаем точно, что результат выражения залезет в этот самый байт, и хотим сэкономить место. Тогда имеет смысл вот так вот писать. Ну, например, у нас есть c-шечка 2000, и там еще какой-нибудь ccc напишем, которое будет равно 1000. Оба этих числа, они у нас в байт не влазят, при этом мы хотим сэкономить... Ну, поделить одно на второе и сэкономить место. Напишем c делить на ccc. Да? Да. Вот. А, ну я ничего не увидел. Ну, понятно. Бред? Ну, это написано бред. Ну, и сейчас... Выведем... Ай, вот. Ну, что ли? Ну, понятно. Ну, и выходит, и просто сэкономил на 3 байт в рамте. Вот. Для этого это может быть необходимо. Соответственно, какие здесь тонкости? Когда мы приводим вещественное число в целом, у нас отбрасывается вещественная часть. То есть, если мы хотим, например, 2,5 привести к инту, то у нас остается двойка. То есть, просто наберет и отбрасывается дробная часть, и остается только целая. Вот. Потом, какие здесь еще вещи могут возникать. Нужно учитывать то, что когда у нас написано какая-нибудь последовательность выражения, я сейчас это все сотру, чтобы названия переменных освободились, а то дефицит с ними. Вот. У нас, допустим, есть такой бот. вот. Вот. У нас идея подсказывает нам то, что здесь что-то нечистое, не совсем это, короче говоря, сработает. Вот. Он нам говорит о том, что, возможно, потеря точности. Потому что мы используем умножение с числами с байтом, и, возможно, мы вылезем за пределы. поэтому здесь нужно будет использовать приведение. Так. Сейчас. И вывести забыл. Ну и получим число минус 92. Соответственно, если мы пишем какие-то вот такие вещи, которые не влазят в рамки нашего типа, который мы написали, здесь идет обрезание по принципу деления на остатку, деление по остатку, равное максимальному числу из нашего диапазона. То есть, грубо говоря, вот если у нас есть какой-то, ну, в плане байта, то у нас делится на 128 число. То есть берется остаток уделения на 128. Вот. Если мы берем, то есть, вот мы вычитали здесь а умножить на b, у нас получилось 500, да? Вот. Потом мы вычли 80, у нас получилось 420, 420 не влазил в байт. Мы выделили на границу байта, взяли от этого остаток отделения, и у нас там в итоге даже отрицательное число получилось. То есть, грубо говоря, вот нижний 8-байт результат, а у нас там залетел отрицательное число. Ну, потому что первый знак был этим самым. Ну, в стажном разделе стояла единица, потому что. Вот. По такому принципу происходит вот обрубание, так сказать, если мы целые числа пытаемся делать. Про вещественные я уже сказал. А, я забыл, что у нас есть операция этого самого. С остатка отделения, если мы пишем int a равно 5 делить на 2, это у нас целочистное деление, то есть мы 5 выделили на 2, получили 2 с остатком 1. Соответственно, если мы хотим получить этот самый остаток, это вот мы должны здесь в проценте написать. Вот. Это остаток отделения, соответственно, если мы здесь напишем часть a, то у нас выведет соединица. Вот. Так, это дополнение к этому. Ну, вроде бы, про какие-то типы, про то, что с ними можно делать, это все. Вот. Вот. Такие дела. Могу еще дальше чего-то рассказать про какие-то простые конструкции типа условного оператора, то есть if, когда нам нужно сделать в зависимости от выполнения одного условия, либо то, либо другое, либо... Ну, и плюс еще к этому могу про цикл рассказать. Или, не знаю, ну, еще вопросы по этим. Что рассказывать, что делать? А, плюс равно. А, плюс равно. Если у нас есть int a равно, то есть int a равно 10, например. Мы хотим к этому саму группу прибавить какое-то число и записать результат в сам a, то есть сохранить его на месте. Мы пишем int a плюс равно 10. Это синтаксический. a плюс равно 10. Это синтаксический сахар вот такой записи. Соответственно, вот на этом месте, на месте плюс a, может стоять минус, может стоять умножить, может стоять делить, может стоять деление состатки, может стоять int, может стоять il, может стоять 100. Все. Поволен. То есть это просто синтаксический сахар. Какая-то более удобная записи. Соответственно, если вот эта штука написана в каком-то, ну, довольно сложном выражении, ну, ладно, там не довольно сложно будет. а плюс равно 10 умноженное на 15, деленное на 20. То вот эта операция, она, понятно, выполняется в самом конце. То есть сначала, но она имеет самый низкий приоритет. То есть сначала мы выполняем 10 умноженное на 15, потом мы делим на 20, а потом вот в старой десятке плашку перезаписываем то, что мы здесь получим. Вот. Это плюс равно. Еще вопрос. А если поменять равно с плюсыми местами, вам приоритет поменять? В смысле вот здесь? Да, вот так. Ну, просто если мы плюс-плюс меняли, то нам передожди. Интересно. Короче, этот плюс, он воспримется как умноженный плюс в десятке. То есть такого оператора не существует. Эта штука, она просто распарсится так, как будто это число плюс 10. А плюс 10, оно не имеет никакого значения. Еще? Я ничего не поняла. Как будет играть, если мы поставим А вот этот значок, как его там сверху кого-то? Нарисуйте. А вот, ну да, равнится, да. Вот этот? А, да, да. Это у нас логическая операция к сону. Что она делает? Вот смотрите. У нас... Нарисуем таблицу истинства для него. Вот у нас есть результат. Вот у нас есть первый оперант. Вот у нас есть второй оперант. Оно принимает два числа, как бы говоря. Оно может принять 0,0. Оно может принять 0,1. Оно может принять 1,0. И оно может принять 1,1. Соответственно... Сейчас, давайте... Как это происходит? Результат биологичный здесь написать. То есть, если у нас два числа, которые пришли этому к 40 одинаковые, тогда результат 0. наоборот. А, нет. Это эквивалентность. Нет, все, правильно. Вот так. Если два числа, которые пришли на вход одинаковые, то тогда как 40 неправда. Если два числа, которые пришли на вход различные, то результат прав. Это можно расценивать как сложение по модулю 2. То есть, мы сложили два числа, которые нам пришли на вход, поделили на 2 и взяли остаток. То есть, 0 плюс 0. Получается 0. Поделили на 2. Остаток 0 так и остался. 0 плюс 1. Получили 1. Поделили на 2. Остался остаток 1. 1 плюс 0. Поделили на 2. 1 плюс 0. 1. Поделили на 2. Получилось 1. 1 плюс 1. Получилось 2. Поделили на 2. Остаток 0. Отделение. И получился 0. Вот. Соответственно, есть еще одна операция эквивалентности. Но ее не получали никак не реализованно. Расскажи про циклы, рассказывай все-таки, окей, ну тогда про условия сничтожки. Значит предположим, что, ну точнее не предположим, а часто нам нужно сделать какой-либо выбор, то есть, типа, нам нужно, если у нас какое-то число удовлетворяет какому-нибудь свойству, нам нужно сделать одно действие, иначе нам нужно сделать какое-то другое действие. Допустим, напишем число равное 1000, предположим, что нам нужно сказать больше 1000 это число или нет, мы пишем if по-английски is, теперь в кругу скоб мы пишем a больше 1000, здесь пишется условие, которое мы хотим задать, в зависимости от которых мы будем выполнять те или иные действия. Соответственно, вот здесь должно быть написано что-то, что выдает результатом тип буллинг, то есть на скобе в любом случае должно быть выражение, которое получается либо true, либо false. Соответственно, ну вот этот вот оператор, оператор больше, ну он выдает нам либо правду, то что а больше 1000, либо неправду, то что а больше 1000, вот. Соответственно, что сделаем, если оно больше 1000? Давайте выведем больше 1000. Так писать некрасиво бы? Хорошо, так некрасиво мне вот так не надо. Меньше 1000. Вот, давайте запустим. Сейчас. Не больше, это более точная формулировка. Потому что 1000 у нас действительно не больше 1000, она равна 1000. Вот, соответственно, если мы хотим именно сравнить на больше или равно, то у нас есть больше или равно. Если у нас там есть, если хотим сравнить на меньше или равно, то у нас типа меньше или равно есть. Соответственно, то есть у нас получается синтексис. Если, условия, потом открываем скобки. В скобках пишем те действия, которые нужно сделать в том случае, если у нас вот это условие правду, то есть оно выполнилось. И потом пишем блок иначе и писать то, что делать, если это условие не выполнилось. Блок иначе не является обязательным. То есть можно делать что-то только в том случае, если данное условие является правдой. То есть, ну или нам не нужно разбирать отдельный случай. То есть нас интересует то, что вот если оно, короче, если наше число больше 1000, тогда вот что-нибудь выведем. Иначе, ну нам блевать, что ну типа не больше 1000 и ладно. Закрываем. Вот. Что еще? Существует у нас вариант условного оператора, тернарный оператор. Его можно писать в каких-то выражениях. Например, в зависимости от того, короче, если, допустим, у нас число А будет больше 500, тогда в Б присвоим А. Иначе нам нужно в Б записать число единицы, например. Мы напишем В равно. Здесь мы пишем условие, которое нужно написать. А больше 500. Ставим вопросительный знак. Правда ли это? И теперь мы пишем то, что нужно присвоить в Б в том случае, если это условие выполняется. То есть в этом случае мы присваиваем А, иначе мы присваиваем единицу. Соответственно, в синтексе у нас получается условие, вопросительный знак, вещь, которая выполняется в случае правды, или вещь, которая выполняется в случае неправды. В такой форме запись условного оператора нельзя использовать сокращенную форму, то есть вот так писать нельзя. Если мы пишем тернарный оператор, то мы можем использовать, мы должны рассмотреть оба случая, и выполнение нашего выражения, и нерыновы. Тернарный оператор можно использовать практически в каких-либо операциях. Это синтаксический запись мы можем делать как угодно, это просто более удобный вариант записи, который нам не нужно растягивать. Ну типа, вот сейчас мы написали a или 1, а как по-другому бы это было? Ну, если написать это в предыдущем варианте, если a больше 500, тогда... Нет, сейчас, причем мы должны были объявить эту переменную заранее и после этого b равно a, написать иначе b равно 1. Ну, то есть понятно, что более компактная запись из-за этого получается. Ну, только здесь мы уже объявляем эту переменную, поэтому так не затянуть. Вот. Так, это по условиям. Класс. А, я просто задал. Есть ли какая-то разница между записью вот у нас if, потом else if, else if, else, else. И запись там if, if, else. В смысле, если, типа, если... Ну, то есть, есть ли разница какая-то между if, else, и конструкцией, и... Или два раза if? Да, или два раза if. Лишняя проверка. В каком if? В некотором случае может возникнуть лишняя проверка. То есть... Давай напишем это в два if. Я тебя понял. Вот у нас это обратный случай. Да? Рассмотрели обратный случай. Написали это в два if. Вот. В нашем случае, вот эта штука, она уже выполнилась. То есть нам нужно делать первое действие. Мы переприсваиваем это действие, мы записали в b значение a. Если бы здесь был подписан else, блок else не проверялся бы вообще, в принципе. То есть до него бы дело не дошло. А если мы написали в два условия, мы написали первое условие, оно проверилось, оно выполнилось. Код вышел дальше, он начал выполнять второе условие, он начал проверять второе условие. Возникла лишняя проверка, которой в случае else быть не должно было. Поэтому писать вот таким образом, это просто лишняя затрата на проверки. В каких-то случаях. Если бы это была ложь, тогда это две кавалентных записи. Но в случае, если это правда, эта запись лишена. Всё. А разве не может быть на второй строчке, где b сразу не определяясь b, и так далее, проверка условий. Разве не может быть b забиты случайно, откуда-то там пришло. Какое-то не хорошее число, не определенное. Не лучше бы сразу сначала его объявить, а потом уже. Ну, с учетом того, что мы в него что-то будем писать, нам плевать. Потому что мы перезапишем то, что там лежало. А вообще, Java устроено так, что при инициализации... Когда мы объявляем целочисленных типов, это 0. То есть, если мы напишем int b, в Java это автоматически значит, что в нем лежит 0. Это для других языков, там для C++, это актуально, да. Там нужно было бы типа что-то писать. Ну, как инициализировать это в начале. Здесь же он по умолчанию сразу здесь, внутри этой перемены, сразу записан был. Тут еще тонкость. Когда мы пишем условия, условия, понятно, может быть составным. Давайте напишем составное что-нибудь условие. Здесь напишем int равное 2000. И проверим, если у нас... Давайте сейчас напишем что-нибудь похожее на человеческую программу. Такую штуку мы, Джан Раш, уже писали. Ну и вроде там, типа, с десяти минут конца вашего прошлого занятия, там вроде преподаватель тоже писал такую вещь. Да, ничего? Да, ничего. Давайте читаем еще слово. Теперь давайте посмотрим, если мы, типа, вот это записи Смотрите, у нас наш риден, потом когда-нибудь, если вам, если дать дуду того, что будут рассказывать про то, как правильно вообще заниматься считыванием В общем, читать можно либо асимбольно, либо построчно из потока входа Соответственно, мы можем считать целую строку и потом с ней чем-то заниматься, либо мы можем считать строку пассивными Вот слово ридер означает, что мы читаем наш формой фрайл построчно Соответственно, мы вот здесь читали строчку, вот, ну, ридер редлайн считывает строку То есть, грубо говоря, это вот эквивалентно стрейнг СН равно ридер редлайн Вот так мы считаем строку То есть, метод редлайн, который у нас есть у нашего ридера, он возвращает переменную типа стринга Но с типом стринг мы не можем ничего делать, потому что это строки Это числа, представленные в виде строк То есть, это просто какие-то коды символов в Unicode таблице Поэтому их надо преобразовать в нормальные числа И для того, чтобы преобразовать нормальные числа, у класса Integer Вот, опять же, вопрос о том, зачем нужен Integer за главные буквы У класса Integer определены методы, которые позволяют из строчки делать числа, то есть доставать числа И вот, мы у нашего метода, у нашего класса Integer Вызываем метод parseInt, который нам позволяет строчку перевести в число Соответственно, если там будет какой-нибудь берегарда в строке написано, то он на ошибке нет Если в строке было написано нормальное число, без всякого То оно нам выглядит То тогда нам в эту вот перемену запишется нормальное число, которое мы именно видим Вот, соответственно, давайте теперь проверим Если мы ввели число какое-то из диапазона между нашими двумя данными числами, то там выведем что-нибудь Для этого нужно составное условие написать То есть, типа, нам нужно, во-первых, проверить то, что У нас введенное наше число, оно должно быть больше нашего первого числа И наше введенное число должно быть меньше нашего второго числа Вот Это, соответственно, например, в использовании оператора i То есть, логическое умножение Да А в чем разница между одним и двумя данными? Один, по битву сложит два числа Ну я просто делал... Донас Делал с основными как с формией Я делал с одними персонами И оно работало Но я поработал, знаешь Ну... Я не знаю, как правильно Эта... Эта штука побитого тебе с... Короче Вот у тебя есть два булевских выражения С больше а и С меньше b Оно у тебя сначала выполняет... Сначала проверяет, С больше а или С меньше а У тебя вот здесь образуется какой-то результат выполнения булевского какого-то... Ну, не какого-то, а в смысле Булевский результат выполнения вот этой операции С больше а То есть, ты считываешь какое-то число, сравниваешь его с 1000 Больше она 1000 или нет У тебя здесь образовывается true или false То есть, единица или ноль, грубо говоря Потом, ты сравниваешь это число со вторым числом У тебя образовывается второе... Тоже второй булевский результат Опять же, единица или ноль И потом ты их по битву умножаешь друг на друга То есть, типа, первая у тебя была единица, вторая была единица Единица умножить на единицу равно единице То есть, у тебя остается единица Это работает Если же ты напишешь вот здесь два умножения Эта вот тонкость как раз таки работает ифа В том случае, вот... Каково достаточное условие того, что комьюнция ложь? То, что хотя бы один из его оперантов это ложь Если один из то, что ты друг с другом перемножаешь, это ноль То результат у тебя в любом случае будет ноль Соответственно, если ты пишешь двойной и И у тебя проверяется вот сначала первый оперант И если у тебя здесь сразу же оказывается ложь То вот это значение не будет проверяться в принципе Потому что это бессмысленно Потому что уже известно то, что все, что у нас будет написано в скобках Ложь уже будет Независимо от того, правда ли второе или ложно У тебя первое уже ложно, поэтому все ложно И поэтому если ты пишешь вот такую двойную В эти два оперсана, то у тебя проверяется только начало Если это ложь, то не проверяется второе Соответственно, если мы пишем здесь или Каково достаточное условие того, что дизюнция истина Хотя бы... Равенство хотя бы одного из оперантов истины То есть хотя бы если один из оперантов истины, то дизюнция истина Так вот в этом случае, если мы проверяем левую часть в ифе на истину И если она правда истина, то второе не проверяется Не считается второе выражение Потому что это опять же бессмысленно Потому что мы уже точно знаем, что все будет истинно Поэтому это опять же к вопросу о том, как правильно писать И что работает быстрее Ну то есть нет лишних проверок Поэтому лучше писать двойные вещи Но одинарные, да, хорошо они тоже работают Как и или или, перестань словами перевести Это и? Это или, да Нет, вот здесь бывают операнты и или И слэш или, знаете Ну там, поиски Ну по смыслу логическому И или, нет? Вот это и Да, это логический И по смыслу А одновременно может быть и Одновременно и слэш или Либо 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 А больше С И tamb l Б Либо Либо Вот здесь сделать. Мы хотели вывести что-нибудь, если сцена попала в этот диапазон. Ну вот, выведем. Попал. И дальше. Не попал. Запустим. Попал. Ну вот, это вот, к вопросу. Ну, короче, я хотел рассказать, именно про эту штуку. Если у нас и и первая ложность, тогда вторая не вычитается. Или если у нас или и первая ложность, тогда вторая не вычитается. Вопрос, почему если первая истина стоит или вторая, вторая не вычитается, если она может быть ложным? она выливает наружно в чем смысл или хотя бы одно из них правда то есть или это правда или это правда если мы вычисли первое и знали что она правда то считали здесь считали из нашей консоли значение цели и потом проверяем на его на на то проще попал то есть разберем проверим оставим условия что нам у нас число должно не попасть в наш диапазон 1000 от 2000 а наоборот не попасть в диапазон 1000 от 1000 и 2000 как это можно построить? нет смотри мы ищем число конкретно в двух диапазонах и получается если мы зададим 3000 и если у нас будет стоять или то он скажет нам что попало хотя у нас одно из условий не выполнилось и проверим то что число не попадает диапазон как проверишь что не попадает диапазон оно должно обижать вот у нас есть напрямую 1000 вот он здесь 2000 как проверить что оно не попало в диапазон оно лежит либо вот здесь полностью слева либо оно лежит вот здесь напрямую справа соответственно введем теперь какое-то число введем 3000 нет не 3000 введем чтобы у нас первое условие попало введем 500 оно у нас сразу выведет то что оно попадает почему мы смотрим на первое условие на c меньше а 500 меньше чем 1000 значит все у нас уже 500 оно уже у нас попало в диапазон который грубо говоря зачем нам проверять больше оно справа или оно не больше на вообще привател уже знает то что оно точно оно слева зачем нам еще что-то сети делать можно сделать вот когда два по N операции сравни с N когда в случае разобрать отличия N тоже одинарное работает да? да вот я один чего как бы на примере можно как бы это подобрать? что бы ты думал? а что ну проще по написанию если мы такое пишем через I или если написать его просто одни неравенства ну с двумя знаками нельзя такие неравенства поставить не я? да неравенства типа меньше-меньше равно больше-больше равно тут лаберант требует только и два неравенства сейчас значит надо придумать что-то когда у нас первое лошадь второе уже не имеет смысла выполнять сейчас сейчас нужно пунктик надо просто залазить с публикой так Продолжаем. Вот так проверим то, что у нас число попало в наш диапазон. Введем те же самые 500. Что происходит? Он проверяет вот эту первую штуку. Она у нас уже срабатывает лошадь. То есть мы знаем то, что у нас наше число уже не лежит правее нашей левой границы. То есть оно по-любому уже не попадет в наш диапазон, потому что оно лежит левее левой границы. Значит по сути нам не имеет смысла смотреть на правое условие. То есть правда оно или оно ложное. Но вот в случае с изгонатой штукой мы не условны. Мы проверяем. И мы получаем ложь-ложь. Ну и соответственно ложь поможенная на ложь дает ложь. То есть это просто экономические ресурсы дают? Да. А если это дает экономические ресурсы, то в общем-то они используют по иной версии. Правильно? А есть вообще случаи, когда используют логину? Ну один описант используется в случае, когда с целыми числами работаешь. Когда нужно именно на битовое умножение, когда требуется. Когда при работе с какими-либо битовыми масками. Когда там нужно что-то... Короче с битами числа, когда нужно разбираться. Тогда имеет смысл с этим делать. Пример я сейчас не придумаю. Примерно. 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 Вот. Так. Это if. Про if наверно все. Есть массовый if. switch. Я его ненавижу. Удобно. Что? Удобно? Скрипка? Нет. Switch. Здесь пишется условие. Давайте я раз не буду обманывать, я не помню каком пишется, потому что я в жизни ни разу не писал. Поэтому давайте я в следующий раз расскажу про switch. Суть в чем? Потому что мы пишем switch. Здесь пишем какое-то условие. Здесь пишем по-моему... Здесь пишем вот так. Здесь пишем case. И здесь пишем параллес что-нибудь там. Типа 2. Здесь не condition, здесь типа переменная. Вариант. Здесь переменная case 2. Здесь пишем какие-нибудь типа действия. Что-нибудь, короче, мы здесь пишем. В конце пишем break. Здесь пишем case еще какой-нибудь. Здесь пишем опять-таки действия. Здесь пишем break. В конце мы пишем default. Вот. Здесь мы пишем default. И задаем поведение по умолчанию. От всей этой штуки. Суть в чем? Это куча ифов. То есть проверить то, что мы напишем. Вот здесь вот какую-нибудь переменную. Проверить ее на условия номер 1, условия номер 2, условия номер 3 и так далее. То есть когда вам нужно какое-то число сравнить на равенство с кучей других. Чтобы не писать много ифов, используются switch. Я его ни разу в жизни не писал. Поэтому я вам точную форму, я лучше следующий раз про нее расскажу. А как будет преимущество подействия? Удобство запися. Ну опять же, кому удобство, кому головная боль. Это уже как бы, кто как пишет. Ну просто вот если здесь допустим даже 3 кейса написать, какие-нибудь есть что-нибудь там еще, грубо говоря, это все растягивается на 3 гифа. Если там вот этот вариабло равно 2, 2, 2, 2, 2. Если вариабло равно равно что-то там еще какие-то действия. Если что-то там еще, еще какие-то действия. То есть просто экономия места и более удобная запись. Все, больше? Ну не знаю вообще, это на любителя вещей. Теперь циклы. У нас возникают часто такие ситуации, когда нам нужно какие-то действия повторять много раз. Соответственно, мы можем знать сколько раз их выполнять. Мы можем не знать сколько раз их выполнять. Как в том случае, когда мы знаем сколько раз их выполнять. Пишем циклу for. For это он выполняет какие-либо действия. Значит сначала указывается переменная, может инициализироваться переменная счетчик, у которого выполняются эти действия. Ну как-то принято так, что она обычно называется i. И здесь мы пишем ее начальную инициализацию. Сначала мы ее чем угодно можем инициализировать, нам вливать. Это начальная инициализация переменной. Ну вот, рассмотрим случай, когда нам нужно 10 раз что-либо повторить, 10 раз в конце вывести. Здесь пишется условие, которое проявляется после каждого окончания цикла. И которое, по сути, является условием вывести. То есть, i меньше, условием продолжения. Напишем i меньше 10. Что это означает? Ну ладно, сейчас я допишу до конца, потом скажу, что это означает. И здесь пишется, после второй точки запятой пишется то, что выполняется в конце каждой итерации цикла. То есть, действия, которые стоит изменить. Ну, в нашем случае мы будем просто изменять нашу переменную счетчик. Ну и чего-нибудь выводить в консоли. Давайте выведем число просто. Какой раз мы выполняем эту операцию. Shift и 10. Ну, соответственно, у нас будут на экране числа от 1 до 9. Соответственно, если мы там от 1 до 10, то запустим 1 и запустим 10. Вот. Соответственно, нам запомнить то, что здесь какая-то там возможная начальная инициализация. Это условия продолжения. Это действия, которые выполняются в конце каждой итерации. Вот это то, что здесь написано, это какой-то более-менее стандартный bitfor. Ну, понятно, что он может быть абсолютно не таким стандартным. То есть, здесь можно что угодно писать. Здесь можно писать и плюс равно 1 получится все то же самое. Здесь условия выхода можно писать вот такое. Вот мы получим прикольное количество этих самых цифр на консоли. Ну, так, помассируем просто экран свой. Вот. Соответственно, могут быть эти вещи пустыми. То есть, например, вот так вот мы напишем и вообще ни черта не получим, у нас ничего не получится. В общем, здесь пишется все по принципу условий. И условие должно быть построено таким образом, что оно возвращает true в том случае, если нам нужно провести еще одну итерацию нашего цикла. Здесь делается то, что нужно сделать в конце итерации каждой цикла. И это начальная инициализация. Вот. Что здесь сказать нужно? А если в смысле было наоборот? Значит, мы плюс-плюс сначала, а потом мы провели как-то. Ну, да. Чтобы было все единицы там на выходе. Не понял. И плюсы? Плюс-плюс-и? Ну, надо знать... А, это было бы плюс-плюс-и, что ли? В смысле? Ну, что не изменится плюс-плюс-и? Нет, нет. Если я и равно нулю, а можно, чтобы все единицы начиналось. Чтобы сначала прибавлялось, а потом проделалось условие. Тогда мы просто здесь пишем там единицу и все. А, только так, да? Нет. Сначала нельзя ничего сделать. Нет. Можно написать вот так. Пожалуйста. Просто это бессмысленно. Нет. Просто бывают варианты в других языках, когда сначала действие делалось по контролю. Нет. Вот первый раз зашли в цикл, выполнился вот этот блок. Выполнился один раз. Прошли итерацию. Проверили условия. Условия равна. Сделали то, что написано после второй точки запятой. Пошли заново попрощать. Цикл, ну, в принципе, действие цикла такой. Вот. Это про форм. Цикл while. Здесь пишется условие, при выполнении которого нужно продолжать работу нашего цикла. То есть мы можем не знать сколько раз нам надо его выполнить, но при этом мы должны продолжать этот цикл. Ненаглядный пример. То же самое с выводом чисел от единицы до десяти. Давайте. Создали начальную перемену и написали ее в единицу прислой. Теперь проверим. Пока. Ну, вайл переводится пока. Соответственно, переводим. Пока. Наше число меньше или равно десяти. Выводим наше число. Все. Вывели. И не прибавили. Да. И мы не прибавили его, потому что мы его не изменили в конце, поэтому мы получили вечный цикл. Потому что мы написали сначала единицу. Теперь у нас пока и меньше или равно десяти. Выводим и. Мы вывели и. И пошли дальше в начало цикла проверять условие. Ну. Оно у нас во прежнем меньше или равно и десяти. Оно никак не изменилось. Поэтому он вечно будет выводить эту снасчастную единицу и ничего затем не произведет. Поэтому. Ну. Надо не забыть ее изменять. Счетчик, по которому у нас ведется это дело. Ну вот. И так, соответственно, все заработает. Вот. На мой взгляд, ненаглядный пример. Потому что, ну, типа, это можно всю форму написать и исправляю. Какой-то более наглядный пример, когда мы, допустим, считываем строки из какого-нибудь файла. Читаем файл построчный. И нам нужно закончить наше считывание, когда наш файл кончился. Более наглядный пример. Мы пишем здесь пока... Ну, понятно, там создадим какой-нибудь файл. И, типа, пока там... Ну... Ну... Файл... Ну, в общем, короче. Мы напишем какой-то reader. Там reader нам возвращает строку. И, типа, пока string равное, там, типа, reader, readLine, пока вот эта вот строка, которую мы получили, и, соответственно, условия, пока мы не считали ничего. А, я про moon не сказал, это будет про moon. Сейчас. Про moon скажу. Вот. То есть, вот эта вот штука, она очень, грубо говоря, будет читать остальные строчки, пока они существуют. Ну, в цикле мы потом можем с этими строчками что-то делать. И потом, когда у нас строчки кончатся, когда мы не надо дальше итерации проверять, тогда мы выходим из этого цикла. Ну, на мой взгляд, просто более наглядный пример. Это называется цикл с бредусловием. Есть, соответственно, еще вариация этого цикла с постусловием. Вот пишется do, здесь пишется потом блок действий, которые надо писать, которые делать в цикле, и в конце пишется vile. Отличие в том, что здесь цикл с постусловием, и дело цикла выполняется хотя бы один раз. То есть, мы в него зашли, у нас один раз цикл прокрутилось, потом у нас посмотрели условия. Если нам нужно продолжать, то мы пошли дальше, иначе мы из него вышли. Отличие от vile единственное в том, что хотя бы один раз он выпутается. Бывают такие случаи, когда такое нужно, используются с просто условиями. Так, простой vile, он, наверное, попроще для понимания, что и просто его писать как-то проще. Про слово noob, про него надо сказать. Noob означает нуевую ссылку. То есть, у нас объекты, я уже говорил, что объекты, это ссылки на какие-то места в памяти. И любой объект можно присвоить noob. То есть, написать string a равно noob. Это будет означать то, что у нас строка, которая указывает в никуда, которая, грубо говоря, не существует. То есть, это не пустая строка, это вообще ссылка в никуда. И вот, любой объект можно присвоить такой ссылку, ну, любому объекту можно присвоить noob. И noob — это ничего. Вкратце, пока про noob — это, наверное, все. Типа что-то более... Ну, что-то другое про него я расскажу потом. Вот. Соответственно, что еще можно сказать? То есть, это как бы... А здесь у нас это как пустая строка, да, значит, получается? Нет, это не пустая строка. Пустая строка — это вот это. Это кавычки, в которых нет ничего. А noob — это вообще ничего. Это не просто пустая строка, это вообще ничего. Это не существующий алик. Ссылка в никуда. Такое... Ну, со своими тонкостями такое может быть нужной, когда нам нужно извлечься от объекта. То есть, мы уже что-то поиспользовали, и нам нужно освободить память после того, как мы что-то поиспользовали. Мы, если у нас вот есть одна единственная ссылка, которая указывает на то, от чего мы хотим извлечься, если мы вот эту ссылку сделаем нул, то тогда наш олег автоматически удалится. Но это уже вопрос о сборке мусора в джаре, и типа, как здесь память освобождается, это уже совсем другая история. Вот. Это как-то потом будет. Вот. На про нул — это пока вот, наверное, всё. Ну, просто, в общем, слова сказать, потому что, типа, с нулом ничего сделать нельзя. И он ничему не равен, можно на него только... ну, типа, он равен только самому себе, а всё остальное ему не равно. Можно... ну, ещё вот тонкость сравнения строк к вопросу о том, как более грамотно это писать. Если мы хотим сравнить строкную константу со строкой, то есть, допустим, у нас есть... Сейчас быстренько, кажется, что мы сделаем. Вот у нас есть читалка какая-то, мы считываем строчку из сольки. Мы считали строчку, и мы хотим проверить эту строчку на равенство чему-нибудь. Допустим, мы проверяем, если наша строка... Вот теперь, как проверяются строки? Строки — это объекты, значит, их правильно проверять иклассом. И вот здесь мы должны якобы написать то, с чем мы должны проверить. Допустим, проверим на то, что мы там ввели строку собака. Сделаем что-нибудь. Всё. Вот так писать не очень хорошо, и в связи с соображениями вот этих вот нулов более правильно писать сначала строковую константу. А потом сравнивать её со строкой. Почему? Потому что у нас в строке вот здесь... Вот сейчас, если мы уберём то, что наш метод умеет exception кидать, нам вот здесь вот подскажут то, что на самом деле может возникнуть какой-то его exception. И наша штука может типа с ошибкой полететь. Соответственно, если у нас что может произойти? Вот здесь мы умеем допустим кидать ошибки в воздух. То есть по каким-то, по тем или иным причинам наша штука не приехала, не дошло что-то, не пошло. Вот сюда вот в этом случае readLine вернёт нулу. И вот сюда вот присвоится строков никуда, это существующий объект. И если здесь будет написано state equals вот этой вот строкой константе, то мы попробуем у нула вызвать метод equals. А у нула нет ничего, что мы пытаемся вызвать. И это вызовет ещё одну ошибку, и у нас всё полетит. Потому что уже ошибку, ну, вызвается null-point-reception, а null-point-reception мы не ловим, мы ловим только ошибки в воздух. Соответственно, тут ещё тогда надо будет писать, ну вот здесь там всякие null-point-reception, короче, надо будет ловить. Ну и, в общем, прочее это переберда из-за этого возникает. И поэтому идеологически правильно, если мы сравниваем строку с какой-либо строкой константы, которая у нас здесь задана, то правильно писать сначала константу, а потом писать его на строку. Ещё, кстати, слово константу упомянули. Если мы хотим в Java создать что-то константное, то тогда мы используем, ну, типа логоник языка const, пишется здесь, если такого нет, здесь пишется final. Если мы константу хотим задать, то она задается, почему слово final? final, там, int, b и, R, 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 R. Вот, это у нас будет несмотря ни к этому, он присваивается только отношениям. Вот, больше я вроде не говорим слов, про которые я ничего не упомяну. Вот, ну, видимо, сегодня уже тогда точно всё, вопросы есть? Какие-то? Лично мне это разорвало, спасибо. Можно очень коротенько на пол, как паблики стать? Это не коротенько. Ну буквально, ну вот что это значит? Паблик стать, в данном случае. Когда ты пишешь паблику класса или паблику мета, как вот этот паблик или этот паблик тебя интересует? Давай для класса. Паблик класс означает то, что мы можем использовать этот класс отовсюду. Какие еще модификаторы есть? Можно писать private, можно писать protect. Если написано паблик, мы можем юзать этот класс где угодно. Если написано protect, этот класс могут юзать только такие же классы, как и ты и твои наследники. Если написано private, то можешь юзать только ты. Только ты это старался? Только твой класс? Типа если здесь написано private, то из мнений в твой класс ты не можешь его юзать. То есть ты можешь использовать свой класс только внутри самого себя. А нам еще кто-то говорит только из своего пакета можно классом? Как это еще модификация? Это дефолтный мастерикатор, когда ничего не пишет. Ну, соответственно, здесь написано паблик, потому что в Java принято соглашение. Когда ты пишешь какую-то программу, любой Java класс должен называться, он должен быть публичным и его имя должно совпадать с именем файла, в котором он расположен. То есть, грубо говоря, вот этот вот файл должен называться main.jama. Соответственно, если здесь написать паблик класс cat какой-нибудь, то файл должен называться cat.jama. Вот этот паблик, это про методы. То есть это означает то, что методы этого класса. Если паблик, то они доступны всем, если protected, то они доступны тебе и твоим наследникам. Если это private, то они доступны только тебе. static – это про то, что, ну, говоря нормальными словами, static означает то, что в тебе не хранится неявная ссылка на твоего родителя. То есть, если создается… Есть такой модуль в Math, он что-то умеет считать. Напишем и min из пяти и шести. Вот здесь вот min – это статический метод у этого класса. Потому что он не требует… Ну, официально он не хранит в себе ссылку на своего родителя. Следствие из этого то, что для использования данного метода не требуется создание экземпляра этого класса. Типа self… То есть, ты… То есть, ты… То есть, не нужно писать math… blah blah blah… равно u какой-нибудь math… Я вообще не знаю, можно ли это написать. И потом вот у этого уже blah blah blah… Вызывать метод min. Вот таким вот образом. То есть, он не требует создания… То есть, он не требует создания именно этого класса… Он не требует создания экземпляра класса для использования его методов. И если у тебя метод статический, то тебе не нужно создавать отдельный экземпляр класса, то есть, инициализировать этот класс для того, чтобы юзать эти методы. Тебя достаточно расходится за статический методом. Нет? Там еще, опять же, потом будут разговоры про жизненный цикл класса, про то, типа, как он создается. На самом деле, когда ты пишешь класс, то у тебя сначала… Ну, отказалось бы, как он создается. То есть, у тебя должен запустить конструкцию класса и ты должен проинициализировать все поля. Ты сам этого из вас… Ну, я смог бы просто сказать… На самом деле, ты самыми первыми инициализируешь его статические методы. И даже если у тебя не основальная класса, то ты его статические методы будем проинициализировать… Какие еще бывают просто перечислены? Никаких. Кроме вас. Либо статик, либо есть статик, либо его нет. То есть ты его указываешь, кого ты именно указываешь? Да, либо он есть, либо его нет. А будет что значит? Метод, который не возвращает ничего. То есть некоторые без программирования это отдельный тип, который пустота, то есть ничего. А в java это просто ключевое слово для указания того, что твой метод не возвращает ничего. Ну, соответственно, public static.main это такое специальное название, которое обязательно должно содержаться в тех классах, которые будут исполняться. То есть когда мы вызовем вот этот класс main для исполнения, вдруг вызовется main мелкий. То есть если мы как программу будем запускать наш класс, то там должно быть вот именно вот все вот так вот букву в букву написано. То есть стрим квадратные скобки это что? Это аргументы, которые мы передаем. То есть можно в другую программу запускать все другие версии. То есть в консоль где мы запускаем времени, всякие программы, в java можно ей передать какие-то аргументы на поп. То есть не из консоли читать, а передать эти аргументы уже как датные. То есть программа с ними запустится. И это вот эта штука, которая принимает. И они будут шутки в среднем виды только в другом стоке? Да, это плюс токи. То есть можно передавать только в стоки. Ну, опять же, еще раз расскажу, да. Хорошо. Все, спасибо, все свободно. Спасибо.